Смотрите сегодня в программе Фанбокс Найджел Сильвестер и его новый эпизод проекта Гоу На роликах по земляным трамплинам Это лучшее, что было в моей жизни Каякеры открыли новый маршрут, который приравняли к мировому рекорду А также историческое золото для российского сноубординга В Москве прошел этап Кубка мира по сноуборду Это мы играем all-in сразу и смотрим, что произойдет Итак, усаживайтесь поудобнее в эфире телеканала TNT Music программа Фанбокс Друзья, привет! Меня зовут Глеб Болелов И ближайшие 15 минут мы, как обычно, проведем в дружеской компании экстремалов всех мастей Начать хочу с короткого ролика, который появился в сети во время новогодних праздников Видимо, у Деда Мороза этот парень попросил бесстрашия Теперь интересно посмотреть, что после этого произошло с машиной Капот точно под покраску В общем, тут два главных правила Первое – это вовремя прыгнуть, а второе – чтобы автомобиль был не твой Ну а мы двигаемся дальше и хотим рассказать вам поучительную историю О том, что хайп – дело очень скользкое И чтобы его удержать, надо постоянно задирать планку выше и выше А поможет нам в этом звезда мирового BMX – Найджел Сильвестер Этот чернокожий парень считается буквально иконой стиля И очередным примером американской мечты Родившись и проведя свое детство на Ямайке Найджел всегда стремился кем-то стать В окружении откровенных бандитов, коих в тех местах немало Он в легкую мог взять оружие в руки и превратиться в Бэтбоя Но однажды, попав в Нью-Йорк, его жизнь круто изменилась В то время он уже катался на BMX и оказавшись на Union Square Понял, что этот маленький велосипед может превратиться в его работу Ну а потом, как в кино, усердная работа и дружба со звездами BMX-спорта Начали давать плоды Сегодня Найджел Сильвестер в свои 29 имеет ряд крупных контрактов Собственную модель наушников от Доктора Дре Именные часы от еще одного известного бренда А также является лицом компании Одного из напитков, помогающего во время тренировок Кроме этого, частенько светятся в обществе известных рэперов Фаррелла, Кендрика Ламара и других Одним словом, пацан пришел к успеху, причем каких-то крупных спортивных достижений у него нет И многие называют его просто грамотным промоутером себя любимого Полтора года назад Найджел Сильвестер выпустил видео под названием Go В котором использовал отличный ход съемки POV, то есть от первого лица В этом видео Найджел разрывал Нью-Йорк Интересные переходы, необычные ракурсы, смешные диалоги, спортбайки и даже вертолет При этом каких-то крутых трюков мы не увидели Потом, через полгода, в свет вышла вторая часть этой эпопеи уже из Лос-Анджелеса Постоянные зрители нашей программы наверняка помнят, что мы показывали его в одном из выпусков И в конце сказали, что если Найджел будет продолжать в таком же духе, то интерес к проекту будет угасать И как в воду глядели Перед Новым годом наш герой отправляется в Токио, где снимает третью серию Если в первых видео он все же расчехлял какие-то трюки, то в этом он в конец обленился И на протяжении почти 7 минут просто гоняет по каким-то магазинам, фотостудиям и катается по городу Эффектные переходы, типа упал с велосипеда, очнулся на татами, уже не выглядят так, как раньше Зрителю хочется чего-то нового, свежего, необычного А в итоге абсолютно предсказуемые кадры, которые по сути может снять любой среднестатистический BMX-райдер Тут, если уж назвался прорайдером и звездой BMX-сцены, изволь держать марку Гаси как змея и прыгай как тигр, но Найджел больше похож на простого туриста, путешествующего с камерой Это видео вновь наталкивает на мысль, что если взял высокую планку, изволь ее с каждым разом повышать И мои слова подтверждают просмотры Если первое видео набрало почти 3 миллиона, второе около 2 То видео из Токио за месяц набрало только 600 тысяч И это говорит о том, что интерес к нему падает Такими темпами следующую часть эпопеи Гоу посмотрят только преданные фанаты Найджела Сильвестра Так что парню нужно собраться и, как нам кажется, уделить внимание именно трюкам Ну а мы двигаемся дальше и переносимся в Москву, где прошел этап Кубка мира по сноуборду В Рождество 7 января самые морозостойкие поклонники этого вида спорта Собрались на Грибном канале, чтобы увидеть выступления сильнейших спортсменов нашей страны А также зарубежных звезд Москва встречала русским 30-ти градусным морозом Кубок мира по сноуборду – это серия соревнований во всех имеющихся дисциплинах Проходят они с 1994 года и ежегодно выявляют самых достойных Здесь, на Грибном канале, проходили соревнования по Биг Гейру Во время попытки у райдера есть один прыжок с гигантского трамплина с пролетом около 20 метров Эту конструкцию специально построили для соревнований В этом году, как уже было сказано выше, свою корректировку привнесла погода Несмотря на то, что сноубординг – зимний вид спорта, к таким температурам вряд ли можно привыкнуть Иностранцы, посмеиваясь, говорили, что атмосфера – самое что ни на есть русская Ну а когда Влад Хадрин после квалификации возглавил строчку рейтинга Мысль о том, что шанс на победу у нас все-таки есть, не покидала ни на минуту И правильно делала, потому что именно Влад в итоге и занял первое место, не оставив шанса конкурентам И несмотря на то, что самые сложные соперники на соревнования в Москву не приехали Влад оставил за своей спиной ряд серьезных конкурентов Присутствовали райдеры, которые занимались призовые места на X-геймсах, на Эрой Инсталии, как Рокетонтери, Серпез Мик, да и Клеменс тоже Я решил делать все сразу по максимуму, потому что зачем? Это все-таки Кубок Мира, зачем держать при себе какие-то карты? Поэтому играем All-In сразу и смотрим, что произойдет All-In это, наверное, самое подходящее определение попыток Влада Фронтсайд 1440 градусов, то есть 4 оборота вокруг своей оси А на десерт Влад решил попробовать трюк, на который способен только он Этот трюк стал буквально его визитной карточкой И на этих соревнованиях он почти его выполнил Но, видимо, из-за мороза крепления не выдержали Я думаю, пару градусов не хватало, поэтому меня выкинуло в обратную сторону таким образом И крепление тоже вырвало Но все-таки это было 18, Фронтсайд 18 Вот этот трюк, который никто никогда в жизни не сделал, особенно в соревнованиях Так что я просто попробовал, мне было интересно Таким образом победа Влада стала исторической До него еще никто из русских спортсменов золото на этапах Кубка мира в дисциплине БГР не завоевывал От всей нашей редакции поздравляем Влада и желаем дальнейших побед Тем более, что впереди целый сезон Ну а из холода предлагаю перенестись туда, где потеплее И посмотреть на самую дикую водную трассу, которую не так давно покорил Рафаэль Ортис Каякер с мировым именем Этого мексиканца обожают на родине Он стал первым, кто начал представлять Мексику на чемпионатах мира Он покорил второй по высоте водопад в мире под названием Большой Банан 42 метра А чуть позднее добрался и до Новой Зеландии Где установил новый рекорд, упав с водопада высотой 57 метров В общем, мужик умеет отдыхать красиво Не так давно Ортис поставил еще один рекорд Покорив самую крутую горную реку в мире Рио Санто Доминго Источники говорят, что впервые он это сделал еще в 2013 Но, видимо, то ли проплыл ее не полностью То ли не успел запечатлеть это на камеру А как известно в 21 веке Не снял, значит не было Но Ортис, видимо, не очень расстроился И покорил ее еще раз На этот раз под пристальным вниманием камер А для того, чтобы было понятно, чем же эта река такая сложная Сделали даже графическое оформление ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Общий перепад Под высот в этой реке составляет 230 метров То есть примерно столько в общей сложности Ортис и его команда пролетели вниз во время спуска Тем самым установив, как написано, новый мировой рекорд За покорение самой крутой в плане рельефа горной реки Развлечение, конечно, не для слабаков Упасть с высоты почти 60 метров вниз в маленькой лодочке Уверен, чувство уникальное Интересно, чем еще удивит этот парень в будущем Ну а мы двигаемся дальше И на десерт у нас знакомство с сильнейшим роллером России Григорием Усенко Постоянные зрители нашей программы помнят, что не так давно Мы показывали небольшой тизер к его новому видео И поверьте, такое вы вряд ли видели Всем привет! С вами Григорий Усенко И сегодня мы поговорим о нашем видео Дёрте бис Идея появилась просто У меня очень много друзей, кто катается на BMX и маутинбайке И каждый раз, когда они катались на больших дёртах Я смотрел все время с завистью на них И со временем, до дня до первых, что их можно застелить панерой И понять свой максимум Никто в мире до этого не додумывался А может быть додумывался, но не реализовал Это было нелегко Надо было сначала придумать систему Чтобы панера четко лежала по радиусу, изгиналась И в то же время была максимально близко к земле Это лучшее, что было в моей жизни В плане катания на роликах Я получал максимальное удовольствие И хотел бы, чтобы эта дисциплина жила И проводились соревнования Ну а самый сложный трюк, это тот, который я не смог добрать Это тройной бэкфлип Когда я упал и повредил плечо Кстати, с ним всё в порядке Я ничего не сломал Я просто порвал мышцы И их соединили спицы Ну что ж, друзья На этом очередной выпуск программы Фанбокс Подходит к концу Для вас, как обычно Изо всех своих сил старался Глеб Болелов Не болейте, пока! Субтитры делал DimaTorzok